Бывшие руководители домов культуры и творчества, библиотек, хорместеры и хореографы, костяк культурного сообщества Старого Оскола собрался вместе в Крывеческом музее, чтобы спустя много лет увидеться, по-семейному обсудить дела и главный вопрос – создание Совета ветеранов-работников культуры. Городской дом культуры, созданный в 1918 году, долгое время был центром притяжения для многих поколений староскольцев. В 1975 с Надеждой Лесниковой ДК пережил второе рождение. Десять лет Надежда Григорьевна руководила культурным центром, а затем возглавила горкомпрофсоюза культработников. Собрать всех в одной гостиной музея – это ее идея, а на повестке дня – грандиозные планы. Создать Совет ветеранов-работников культуры. У нас много. Время большое за нашей спиной. Впереди у молодежи много времени. И я думаю, что мы будем не лишними в общении, во встречах, в предложениях. Идею коллеги восприняли на уран. У каждого за плечами – багаж знаний и опыт, которым привыкли делиться. Осталось самое трудное – выбрать название. А я бы сказала «Творческий союз заслуженных работников культуры». Ну и какая же встреча работников культуры без музыки? «Творческий союз заслуженных работников культуры без музыки». Народному самодеятельному коллективу «Гармония» уже больше 20 лет. Собрала ансамбль Мария Егоровна Свиридова. Хармейстер. Окончила Московскую академию культуры и искусств. В Старый Оскол приехала во время ударных комсомольских строек. Да так и осталась – полюбила этот город. Я считаю, что встречаться надо. Не надо забывать свою профессию, не надо забывать своих коллег, своих друзей. Встречаться надо, потому что мы всю жизнь занимаемся воспитательной работой. Но и самим этим руководителям надо встречаться. Предложение о создании Совета ветеранов-работников культуры решено передать в администрацию округа. Анастасия Иконникова, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.